Сотни жителей Молоковского сельского поселения собрались в Доме культуры Буревестник, чтобы принять участие в общественных слушаниях. Встреча приурочена к реформе по преобразованию района в городской округ. Первым словом взял глава муниципалитета Валерий Венцель. В первую очередь централизация власти, централизация принятия решений, скорость принятия решений и, конечно же, самое основное, это единый бюджет. Единый бюджет, который позволит равномерно развивать территорию нашего муниципалитета. Границы не стираются. Образование округа будет происходить именно в границах Венцельского муниципального района. Сбалансированное развитие, единые правила благоустройства, общий подход к налоговой политике. Вот веские доводы за городской округ. Заметно сократится чиновничий аппарат на местах и только это позволит сэкономить около 150 миллионов рублей в год. Останутся в нашей казне еще 170 излишки в бюджетах трех поселений, которые сейчас по закону уходят в область. Важным плюсом станет фиксированный тариф на проезд в общественном транспорте по всему округу. Высказаться на встрече мог каждый желающий. Граждане обеспокоенность, что при объединении в городской округ мы можем потерять, так сказать, те надбавки сельские, лишиться этих льгот. 25% надбавка за условия работы сельской местности сохраняется. Это можно на простом примере проверить, если уточнить нормативы, которые существуют уже в созданных городских округах на территории Московской области. Здесь никакие льготы не уменьшаются, их никто не может уменьшить. Единение царило в зале Дома культуры и жители Молоковского поселения выступили за преобразование в округ. Таким образом, Ленинский район становится последним муниципалитетом, который завершает эту реформу в Подмосковье. Присутствовавший на слушаниях депутат Московской областной думы Владимир Жук считает, что для всех нас это уверенное движение вперед. Она уже началась несколько лет назад, и мы увидели, что вот эта форма, которая сейчас предлагается, она наиболее эффективная. Мы увидели на тех округах, которые уже работают давно, результаты, которые были до и которые сейчас. Поэтому можно смело говорить, что преобразование муниципального района в городской округ – это современный шаг. Что касается названия округа, то в приоритете два – Видное или Ленинский. Пока же этот вопрос открыт для обсуждения, и по заверениям властей будет услышан голос каждого.